здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика продолжаем вязать наш жилет девчонки я надеюсь вы уже довязали за проймой или приближаетесь к ней вот объяснять буду на примере передние детали здесь у меня будет будем писать и считать перед а здесь будет спинка потому что они будут немного отличаться поэтому потом сначала объясню перед а потом спинку вот так для начала хочу сказать что сокращать мы будем вот эти вот 12 петель то есть две косички во всех размерах потому что к сожалению у нас вы должны приспособиться под этот узор как ни крути нам нужно под него приспособиться поэтому вот так вот значит для переда мы первым делом закрывать петли будем начале в конце да мы знаем пройму по 4 петли первый раз значит я закрываю 4 петли 1 2 3 4 и вяжу до конца ряда так вот довязала я до конца ряда и теперь в изнаночном ряду понятное дело что сокращение мы будем делать и в лицевом и изнаночном ряду с обеих сторон чтобы были эти проймы тоже закрывает 4 петли следующем ряду вернее в паре рядов в лицевом и изнаночном это будет по 3 петли вижу ряд до конца таким вот образом я уже не буду вязать вам просто напишу это все 4 3 3 2 1 то есть соответственно с этой стороны тоже 4 и в лицевом и изнаночном ряду то есть 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 так девчонки ошибочка вышла здесь вот этого одного нету есть последние две петли потому что вот я как-то неправильно посчитала потому что мне нужно вот здесь вот одна изнаночная чтобы осталось чтобы коса у меня не было возле кромочной петли значит 4 3 3 2 4 3 3 2 можете вот эти два разделить на два по одному но это мы сделаем в спинке вот наш перед спинка девчонки что нам говорит на спинке у нас 3 3 2 1 1 1 1 1 4 раза по 1 вот они смотрите эти 3 3 2 1 2 3 4 по 1 то есть этот скот у нас плавнее на спинке сейчас я вам покажу вот тут не разутюжено конечно здесь когда разутюжить забудет вот так вот порезче а здесь плавнее вот в чем разница теперь спинку я вяжем ровно до горловины а перед он тоже вяжем до того момента когда мы хотим сделать вот этот v-образный вырез сейчас я провяжу все он сантиметров скажу на моем примере и примерно ваши сантиметры а где все смотрите смотрите я немного провязала сантиметров 10 вот обратите внимание здесь разутюженное полотно здесь нет здесь еще не обработаны вот значит теперь я буду делать горловину сейчас вырез горловины вы час если измерить не разутюженное полотно около десяти сантиметров вот пройме я провязала вот и теперь я буду делить на две части вязания для этого вам будет точно также только количество вот этих вот косичек будет другое я определяю перехожу определяя среднюю как бы косичку вот у меня прекрасным образом получилось так что здесь как раз закончился жгутик и разделяю на пополам это вязание вот как же я буду вязать сокращать буду в каждом лицевом ряду а потом останутся то есть до того момента сколько нам как бы нужно сейчас сначала я вот эту вот левую полочку буду вязать потом правую идентичную всего наша пройма ориентировочно 25 сантиметров это плюс-минус ну вот в среднем 25 я имею ввиду пройма вот в целом до плеча вот здесь вот где-то 25 сантиметров ну и соответственно для всех размеров там 24 26 можем даже быть меньше или больше тоже зависит от роста но вот в среднем среднее число это 25 сантиметров должно как бы быть у нас на пройму так вот теперь вот смотрите у нас последняя как бы косичка видите здесь уже петли как бы разделены на пополам одна у нас будет кромочная одну мы переведем в изнаночную здесь сделаем ее изнаночной и сокращать я буду вот после перед первой косичкой то есть вот здесь вот я буду провязывать две изнаночные и вот от этой точки я буду передвигаться как бы вправо это коса у нас будет не тронута так и здесь у нас будет видите третья изнаночная и кромочная вот теперь я поворачиваюсь и буду вязать только эту часть при этом сокращая в каждом лицевом ряду изнаночные ряды мы вяжем по узору также не забываем выполнять косы все как делали только вот здесь вот в этом месте пойдет у нас вот такой линия скоса так и вот он наш лицевой ряд сейчас будет в котором я буду делать сокращение в котором я буду делать сокращение вот мы приближаемся к сокращению вот это изнаночная у нас обязательно порядке остается и мы ее провязываем с этой лицевой изнаночной 2 вместе то есть убавлять мы будем вот уже из косы потом со следующей косы вот это изнаночная у нас получается ведущая она у нас всегда есть вот таким вот образом мы делаем сокращение и вяжем левую полочку здесь у нас будут сокращение вот видим да то что я говорила что сокращение идут у нас после вот этой вот косы и здесь опять же внимание сокращаем только раз два три три косички все нам достаточно во всех размерах вот три косички дальше вяжем ровно если вы сделали допустим вырез больше то у вас вот этого ровного сектора будет больше до нужной высоты довязываем потом не сокращая теперь я перехожу на правую полочку все точно так же вот эта коса у нас идет влево сокращение начинается после вот этой вот косы и здесь вот тут сокращение то есть точно так же как и эту половинку сейчас я свяжу ту вторую часть и разотяжу вот так выглядит мой вырез у меня он маленький видите как раз под горловину он будет располагаться под горловину вы смотрите если что делайте сразу после вот если хотите больше делайте сразу после этих убавление проймы сразу начинайте делать этот вырез и он у вас будет больше теперь у меня здесь вот от начала проймы до конца 70 рядов вот 70 рядов и мы в смысле от начала вот проймы вот отсюда 70 рядов поэтому вы посчитаете свое я вам говорю ориентировочно вы посчитаете свое число вот и вяжете спинку вот у меня 70 рядов я вижу 60 рядов то есть мне нужно провязать минус 10 рядов у вас точно так же минус 10 рядов 10 рядов у нас идет на вырез горловины и спинки значит для этого мы закроем вот эти вот эти вот 5 средних косичек у вас тут будет либо на одно меньше у меня здесь 5 у вас будет либо 4 либо 6 в зависимости от размера либо 5 как у меня вот средних 5 я сейчас закрою для выреза горловины так вот здесь вот видите у меня 5 косичек теперь средние даже считать не буду просто 5 косичек средних я закрою так вот я закрыла и а получается что для того чтобы у меня совпал плечевой шов мне нужно здесь еще закрыть вот видите то есть мне еще нужно сократить 4 петли здесь вот что у меня совпало плечо поэтому я вижу сейчас до конца ряда и в каждом лицевом вернее со стороны через ряд я буду сокращать по одной петли потом провяжу теперь в следующем лицевом и последующих до всех лицевых рядах я буду вот после кромочной провязывать по 2 вместе и так 4 раза вот всего у меня здесь останется 3 изнаночные точно так же как и здесь то есть еще провяжу 8 рядов 4 из них сделаю сокращение потом перейду на вторую деталь и тоже сделаю вот здесь после кромочное сокращение таким вот образом все петли закроем вот девчонки видите вот они мои две детали здесь и здесь я закрываю эти петли теперь у меня они хорошо совмещаются они полностью идентичны переду вот теперь я сшиваю плечевые швы и боковые и осталось нам обвязать обвязать пройму и горловину так сегодня все я с вами прощаюсь в этом видео мы заканчиваем на этом горловину будем обязывать следующем видео все девчонки всем пока с вами была века и школа рукоделия до следующего видео видео